привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга это масса effect 2 и на шепард который кормит рыбок слава богу с рыбками все в порядке они живы здоровы они даже не успели сдохнуть пока мы ездили потому что прошлый раз это было все очень и очень быстро и так нам я считаю нужно продолжить нашу традицию выполнять каждую серию по какому-нибудь заданию поэтому давайте-ка мы закончим с рыбками кстати хомячок комичок хомячка мы еще не проведали хомячок жив чок жив и печек жив у нас есть медалька мы получили там какой-то исследователь космоса или что-то такое потому как исследовали несколько планет или это был ангел профессор с нами еще куча каких-то ачивок это ведь нужное количество гуманоидов по стрелам голову надо же ужас какие страшные ачивки вот посетить все планеты в неисследованном скоплении выполнить задание открытое благодаря исследованию новой планеты проект исследователь 15 записей зайд и до сумме то больше у нас ничего нету очень много тут всяких этих вот ачивочек отбить атаку превосходящих сил противника и спасите команду вернуться к исполнению прямых обязанностей ладно на самом деле всякие вот эти ачивочки мне не очень интересно но они есть поэтому можно на них и посмотреть так информативный центр и так что рвал от что рвалу нет сообщения в курсе я в курсе так вот куда мы с вами сейчас отправимся у нас есть такое задание как пропавший оперативник спасти оперативника вероятнее всего пропавшего оперативника цербера держит на базе затмения на планете лорак система фартар туманность омега у оперативника может быть информация очень деликатного характера которая может причинить церберу серьезные неприятности нам надо проникнуть на базу затмения на планете лорик и спасти оперативника цербера вот туда мы с вами и отправимся будем зарабатывать денежку и так мы с вами в фатаре нам надо только еще найти какая из планеты здесь у нас лорик лорик называется поэтому ищем торгоп сканер богатые дайте просто сканируем бросил один сканер один зонт вернее нулевого нету все не задерживаемся и это делать буду ай не тупо положила вне записи друзья потому что ну это как бы один раз и сделали теперь все полет так а где ж подожди о ее подожди фатар фатар ты у нас и у рек а здесь у нас теперь аномалия в ходе сканирования обнаружен передатчик придающий данные зашифрованная ключом неопознанного агента цербера действуешь действующего под глубоким прикрытием признаков жизни агента не обнаружено также обнаружено множество источников сигналов использующих шифрование схожие шифром отряды затмения так ну сканер сканером а приземляться надо так с кем мы пойдем давай-ка мы возьмем с собой миранду и морден а вот итак давайте-ка глянем что у нас у нас уровень естественно не добавился от уровня сейчас долго идут а вот у миранда очень много очень много нею так офицер цербера перегрузка давайте качать офицера цербера в конце наверно максимум да развитие умения командир цербера ага на максимум мы можем выбрать миранда управляет действием членов отряд в результате чего увеличивается урон наносимой оружием бойцов а тактик командные качества миранда повышает запас здоровья давай командир пускай будет оружие с повышение цемс повышение цем так морден тебя тоже можно так с ларианский ученый тут это у тебя сделано эксперименты с оружием лекарствами запас здоровья урон мощность щита заморозка у тебя вот себе на троечку все равно не хватает поэтому воспламенение у тебя еще есть да а 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 все про то что у нас в руках цикады да ну ладно правильно шепард то есть мы тут стрелять будем а я ей надо было брать это как раз не вас ребятки а а предыдущий состав чик и и у нас пошли вернуть укразенную информацию забрать укразенные данные отправить их на цербер а и и и и и и и и и азари азари убиваете шепард прячься блин вот способность и на ту кнопку жало ладно все можно вставать а я сейчас мы все смотрим все обойдем и все смотрим эта дверь заперта и эта дверь заперта с другой стороны причем ладно пошли к всем записям то у нас тут ой так сосредоточимся это у меня такое расслабленное сегодня настроение ну да ладно ой не то ой не то ой не то что за ха ха кто сказал ха откуда стреляют я вообще не вижу где кто стреляет в орден ой как Продолжение следует... Молодец, поджигатель. Юный. Смотри-ка, они вышли из этой двери, которая была закрыта с той стороны. Так, подожди, там еще была какая-то штука. Excellent. Вот еще тут у нас. И инсекатор объекта. Объект захвачен, объект допрошен. Допрос ввел Капрал Джиро. Допрашиваем агент сербера Тайрон Роулинг. Отряд затмения с недавних пор охотится за агентом Роулингзом. Роулингз связан с полученным затмением зашифрованными данными, которые доказывают участие сербера в экспериментах с Рахней. Мы полагали, что у Роулингза есть шифр для расшифровки данных. Без шифра на эту расшифровку могут уйти годы. Следующий объект захвачен. Допрашиваем агент сербера Тайрон Роулингз. Схватить агента Роулингза оказалось непросто. Он втерся в доверие к экипажу корабля, направлявшегося на отеческий траверс и выдавал себя за агента под прикрытием, выполнявшего разведывание. Нашим агентам удалось перехватить корабль и временно вывести из строя системы защиты, дав время для захвата Роулингза. В ходе захвата мы понесли большие потери. Надеюсь, что полученные данные стоят того. Объект допрошен. Допрос закончился неудачей. Несмотря на использование нами самых современных методов допроса, агент Роулингз смог избежать ответов на наши вопросы. Когда мы применили более жестокую технику допроса, он перенес и ее. В итоге упорство агента Роулингза спровоцировало неконтролируемую вспышку агрессии. Жаль, но мертвый Роулингз не может поведать нам шифр. Неконтролируемую вспышку агрессии. Понятно. Убили они его на допросе. Теперь мы работаем над дешифровкой. Когда получим данные в свое распоряжение, само обладание ими станет нам огромным преимуществом над Цербером. Вот теперь все понятно. Молодец Роулингз. Держался до конца. Настоящий полковник. Так, тут все. Мы посмотрели, что у нас тут. Ага. Подожди, какой кавер? Не надо кавер. Я не то нажала. Этот. Мудринг. Как тебе? Как тебе сказать, чтобы ты никакой кавер не искал? Как-то вот, честно говоря, мне больше нравилась команда в первой части. Там было как-то более понятно. Так. Круг закрыт. Круг закрыт. Ну что ж, поехали. Опять обход. Так, ну вот. Кредитиков немножечко получили. Ты пойдешь со мной, Мудринг? Или мне все-таки надо как-то искать, как тебя оттуда отлепить? О, господи. Ой, нет. Как это было-то? Нет. 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 Как я ему отдала команду, чтобы он там стоял? Какой клавишей? О, ладно. Надеюсь, мы как-нибудь справимся. Так, вот теперь вопрос нам, куда? Ага. Платину собрали. А, Е и Кю. Это вот... И тебе тоже, да, кавер? Ладно. Тогда я... Буду вас звать сюда таким образом. Ага. И здесь надо обход сделать. Нет. Да, черт возьми. Ай-яй-яй. Да, вот он, очевидно, и... Допрашиваемый. Роулингс. По всей видимости, да. Ребятки, там остались, да? Так, ну и что? Смотри, мы можем с ними сделать. Передать данные Церберу. Оставить данные себе и передать их Альянсу. Этот компьютер содержит шифрованное развед... Я не хочу отдавать их Альянсу. Я понимаю, что мы получим себе героя за это дело. Оставить данные себе, это так подлинненько. А потом его шантажировать, да? Передать данные, это просто мы заработаем денежки. А что нам важнее, денежки или геройство? Я бы сказала, что денежки. Не, ну вообще, по-хорошему, как говорится, по-игрецки, надо отдавать Альянсу, я так думаю. Да, так и сделаем. Дата оплоады в Альянсу. Что нам скажет призрак на этом? Агент Цербера Трайрон Роулинс найден мертвым. Зашифрованные данные переданы на расшифровку Альянсу. Опыт 125. Кредиты. А все равно мне Цербер заплатил. И найдено платье. Ладно. Нам там нету никаких гневных писем от... Вот, вот, вот. Я не сомневалась, прям вот даже не сомневалась, что у нас тут. Ответ на зашифрованные данные. От командования Альянса. Капитан, я получила отправленные вам и данные. Если передать их общественности, они могут сильно набредить Церберу. Решифровка информации займет годы, но она цена уже тем, что находится в наших руках. Спасибо, Шепард, удачи вам в вашем деле, Андерсон. Все ясно, займет годы. Ну, в общем, гром не грянет сегодня. Или завтра. Это я так понимаю. Мы с вами займемся дальше заданиями Цербера, а именно... Давайте откроем журнал и посмотрим. Оставим пока коллекционера, а вот эти вот, чтобы они не накапливались, старостепенные. Мы с вами в предыдущей серии делали Повелителя Пламени. Вот теперь у нас такая задачка. Данные, полученные на Зионе, тот самый Зион, где мы с вами прыгали над вулканами на Новом Молоте, говорят о том, что доктор Кейша основал исследовательскую станцию внутри действующего вулкана на планете Корунта. Доктор Кейша считает, что в вулкане находятся обширные руины протеан. Вне зависимости от того, вернули предположение доктора, на станции должно найтись что-то, что укажет на его местонахождение. Прибыть на Корунта. А где у нас Корунта? Пьява, провал Калистона. А, Якова, провал Калистона. Где это? Эм. Эм. Да вообще даже как-то не здесь. Так, подожди, мы нашли лорик, а давайте-ка мы посмотрим. Здесь, да, ага, здесь мы смотрели. Здесь не было нулевого элемента. Да и вообще, в принципе, можно сейчас, знаете, что никуда не летать, а сейчас, 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 посмотреть, какие мы технологии сможем... Подожди, не исследовать, а как-то я на нее могу, вообще быть на эту планету. Вот, эй, алё. Посмотреть, какие технологии мы сможем сейчас открыть благодаря этим собранным ресурсам. Сейчас я только порасканирую именно на наличие нулевого элемента. Я уже вижу, что его тут нету. Ну, зато какие-то у нас. Планетка маленькая, но богатая. Трасть. Так, ладно. Вот, так вот, идемте, давайте, к Мордену зайдем и посмотрим, что у нас там. Что у нас там можно сделать. Да, но потрепимся с ним. Морден. Так, я хочу поговорить о вас, о вас, Морден, о вас. А он очень занят. Он не собирается с нами разговаривать. Тараторинг, что я просто даже и не знаю. Так, и так, здесь у нас апгрейды. Услуж улучшить снаряжение. Так, если он так, улучшение оружия. Оружие. Броня. Модификация корабля. Ну-ка. Вот, медотсек. 45 платина надо, а у нас 84. Поэтому, знаете что, давайте-ка мы его исследуем. Ну, что нам эту платину солить, что ли? Восстановление внешности. Теперь Шепард может восстановить свою внешность. Но у него и так уже эти трещинки, можно сказать, что зажили. Так, что еще? Прототипы. Что у нас там такого интересного? Боеприпасы к тяжелому оружию. Могу исследовать? Давай. Давайте все исследовать. Ну, что, зря, что ли? Набираем всех этих. Так, еще что из прототипов? Лавина. Криозаряды. Новое крупнокалиберное ружье. Вороня инферно. Дробовик, потрошитель. Давай дробовик исследуем. Так, а здесь все иреди нужен? Так, интенсивная подготовка. Нулевой элемент. Пройдя курс интенсивной подготовки, Шепард может изучить дополнительную способность. Слушай, так надо ее исследовать? А почему я ее не исследую? Ну, есть нулевой элемент. А чего я жду? Уникальное умение гранаты. Гранаты верно? Лишь шумовая граната. А. Выбросайте гранату, наносящую небольшой урон и обездвиживающую все цели в радиусе поражения. Кстати, неплохая вещь. Бронированная цель в радиусе поражает эффективно. Я бы взяла инферно, потому что, ну, обездвижит оно. Это надо тогда все равно что-то туда бросать. И тает, и та, и та полезна. Я беру инферно. Вот там у нас есть уже инферно у Мордина. Но мы же его не всегда будем с собой брать. Итак, что у нас еще есть из прототипов? Каин. Каин. Не знаю. Нужно ли нам Каин? Так, штурмовая винтовка, наверное, нет. А вот лавина, наверное, нам нужна. Крия заряда. Давайте исследуем. Ой, пусковая установка. Уж не знаю, кто будет с ней опускать. Ну, она стоит недорого. Давайте ее тоже исследуем. Дробовик будем исследовать. Ну, вот броньки все вот эти вот, я бы, наверное, не стала. Так, да. Интенсивная подготовка. Дальше ее мне нужен нулевой элемент. Так, а здесь чего? Боеприпасов с тяжелым оружием не хватает. И подробнее о прототипе. Все, назад. Теперь, улучшение брони. Брон технического умения. Тоже нулевой элемент. Вот тут я как раз об этом пока что еще думаю. Пока я еще думаю, стоит ли мне. Так, и оружие. Мы ничего не можем сделать. Нам нужно улучшение для урон пистолета и так далее. Урон винтовки. Где их брать, кстати, я не совсем понимаю. Так. Предположим. Для открытия улучшения требуется урон пистолета-пулемета 1. Улучшение оружия. А где я это улучшение оружия делаю-то? Я тоже должна покупать технологии или как? Так. И вот то же самое со штурмовой винтовкой. Как там нет? Пока что непонятно. В прототипах? Но в прототипах этого нету. Нет? Нет. Так что вот такие вот дела. Ладно. Давай-ка шип разогоняем в медотсек. Посмотрим, как там у нас дела обстоят. Мы шипы улучшили. Так. Ангар для челнока и молота. Кстати, надо будет посмотреть. Так, 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 так. Где? Подожди. Врач-то был. Здесь? Врач был здесь. Новые припасы Руперту очень даже пригодились. Что, вкусно? Надеюсь. Так, ну вот. Доктор Чаквас, как у вас тут? Дела обстоят. Ну что, help you? Подожди. Где мне прилечь, чтобы у меня эти раны зажили? Алло? Я куда выкинул? Пол планеты Платины или чего? Там было-то. Ядрой. Закрыто. А, вот. Оборудование для пластической хирургии. Убрать шрамы? У нас они украшают. Да нет, там что-то просвечивает какая-то. Эти самые текстуры какие-то просвечивают. Шепард, давай убирать шрамы. Полностью убрать шрамы на лице и замаскировать кибернетические импланты. Да, шепард у нас станет красавец. Вот. Нормальный человек, никто не скажет, что когда-то был собран из кусочков. Ладно, друзья мои, давайте здесь мы рядом с доктором Чакваса и остановимся. Пять, пять. Вот. И продолжим уже в следующей серии. Я как раз за кадром немножечко поопустошаю планетки, да заодно посмотрю, где это, что находится. Чтобы, говорится, не тянуть резину и не делать это на запись. А, это Сузи. Сузи мне не нравится. Нравится доктор Чаквас. Вот, друзья. А всем, кто посмотрел эту серию, я скажу огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok